так что в прошлый раз мы с вами закончили на том чтобы разобрать что разобрали многолучевую интерференцию ну и вот многолучевая интерференция означало что у нас есть конечное число регулярным образом расположенных источников света ну и вот следующий уровень сложности следующий уровень приближения за рассмотрением многолучевой интерференции это изучение дифракции изучение дифракции дифракция представляет собой явление или комплекс явлений которые связаны с тем что источники являются не точечными а протяженными и сложение лучей от протяженных этих источников порождает такие же ну или подобного рода перераспределение интенсивности света как у нас при явлениях интерференции при явлениях интерференции в общем дифракцию наверное можно определить так как комплекс явлений которые связаны с отклонениями от законов распространения света принятых в геометрической оптике комплекс явлений связанных с отклонением от законов геометрической оптики порождаемых неоднородностями в пространстве порождаемых теми или иными неоднородностями в пространстве неоднородности у показателей преломления могут быть могут приводить к тому что возникает преломление преломление и какая-нибудь рефракция то есть изменение траектории лучей света но это все геометрическая оптика и описывается геометрической оптикой но если у нас есть скажем отверстие в экране ну или какой-нибудь предмет который заслоняет источник света то за этим предметом или за этим отверстием возникает перераспределение интенсивности света и свет немножко забирается в область геометрической тени вот это явление как раз и получила название дифракция ну давайте посмотрим почему это происходит если у нас есть волна и характеризуется эта волна поверхностью волнового фронта вот как-то она так так распространяется мы предположим вот так вот и здесь порождается каждым на каждом следующем шажочки распространение волны от каждой точки вот этого фронта распространяются своя волна ну возникает колебания электромагнитные и она порождает вокруг себя новую волну такая новая волна является от каждой точки поскольку точечный источник она является сферической волной и распространяется во все стороны вот возьмем какую-то точку и от нее идет сферическая волна вот такая вот но если мы возьмем какую-то соседнюю точку соседнюю точку вот не тоже будет идти сферическая волна еще от другой точки тоже будет идти сферическая волна и вот огибающие этих волн которые получаются образуют новый волновой фронт вот эта идея которая связана с суперпозицией волн от каждого от каждой предыдущей точки волнового фронта получила название принципа гюйгенса фринели принцип гюйгенса фринели каждая точка фронта волны является источником вторичной сферической волны ну а суперпозиция этих вторичных волн образует новый волновой фронт если такой волновой фронт встретил препятствие ну например в виде непрозрачного экрана в виде непрозрачного экрана то дойдя до края этого экрана волна начинают распространяться продолжают распространяться и создавать эти сферические волны вот каждого точка от каждой точки и вот эти сферические волны постепенно начинают забираться за экран то есть волна от какой-нибудь вот такой точки она сферической и она идет как-то так и постепенно за этим экраном возникает область тени но волна постепенно забирается и заходит в область геометрической тени то есть здесь вот волновой фронт почти не нарушен а вот здесь вот он как-то постепенно залезает вот сюда вот в темную область в итоге за этим непрозрачным диском который здесь вот я нарисовал за непрозрачным экраном появляется электромагнитная волна но с точки зрения геометрической оптики это некоторая странность и противоречие потому что геометрическая оптика предполагает что те что свет это лучи и предполагает прямолинейное распространение света в однородной среде конечно а вот с точки зрения волновой оптики так вот заползание за экран порождает то что за экраном может возникнуть перераспределение интенсивности там будет например светлое пятно или или темное пятно вот давайте разберемся что будет происходить в таком случае но для начала прежде чем рассматривается эту задачку дадим еще одно определение что определение будет такое дифракция делится на две категории на дифракцию френеля и дифракцию фраун-гофера дифракция френа или и дифракция фраун-гофера Диффракция Фринеля означает диффракцию в сходящихся лучах. То есть при диффракции Фринеля существенно, что лучи сходятся. При диффракции Фринеля лучи практически параллельны друг другу. При диффракции Фринеля лучи практически параллельны друг другу. А сведение лучей происходит либо с помощью линзы, которая из параллельного пучка собирает лучи в фокальную плоскость, либо где-то на очень-очень большом расстоянии. В этом случае на большом расстоянии можно считать, что почти параллельные лучи где-то на бесконечности сошлись. Это будет диффракция Фрингофера. Мы сначала будем рассматривать диффракцию Фринеля. И рассмотрим такую задачу. Имеется экран непрозрачный с отверстием радиуса какого-то Р. На этот экран падает электромагнитная волна. Мы можем рассмотреть на случай падающей электромагнитной волны плоской, можем рассмотреть случай сферической волны. Давайте начнем с плоской волны. Более простое рассмотрение будет. Предположим, у нас падает плоская волна. Хотим узнать, что будет наблюдаться на экране за этим отверстием. Проще всего сориентироваться так. Давайте поймем, а что будет напротив центра этого отверстия на экране. Вот в этой точке. Фринель предложил такую идею. Он предложил все пространство волнового фронта разбить на зоны, которые отличаются друг от друга на полдлины волны. лямбда пополам. В этом случае, мы знаем, что бло будет 2-я бло м лямбда пополам. В� kung Какая-то МТ будет В плюсом лямбда пополам. Почему именно такие зоны? Понять просто. Если мы имеем волну, то лучи, приходящие из первой зоны, будут складываться с одним и тем же знаком. То есть в пределах лямбда пополам, вот это у нас лямбда на 2, в пределах этой первой зоны все лучи приходят с одним знаком, они суммируются. Но когда пошла вторая зона, у нас лучи уже пойдут за знаком противоположным, уже будет с минусом. Третья будет с плюсом. Вот это плюс, это минус, плюс и так далее. Ну и также понятно, что если у нас нечетное число зон Френеля, то мы будем иметь максимум интенсивности в этой точке. А если четное, то четное число даст нам компенсацию, и мы будем иметь минимум. Итак, если М равно 2К плюс 1, то это будет максимум. Если М равно 2К, это будет минимум. Заметьте, что здесь условие прямо противоположно условию интерференции. В интерференции, если у нас было четное число полуволн или целое число длин волн, у нас было усиление. Нечетное давало ослабление. Но там были точечные источники. Здесь же все наоборот. Здесь нечетное число дает усиление, а четное гашение. Вот теперь давайте выведем условие на максимум или минимум вот в этой точке. Запишем теорию Пифагора. r квадрат плюс b квадрат равно b плюс m лямбда пополам в квадрате. Или же r квадрат плюс b квадрат равно b квадрат плюс bm лямбда плюс m квадрат лямбда квадрат на 4. b квадрат уходит. Поскольку длина волны величина маленькая, для света это полумикрометра примерно. То есть 10 минус 6 степени метр порядок. Мы можем спокойно сказать, что квадратом длины волны можно пренебречь по сравнению с первой степенью. И тогда r квадрат примерно равно bm лямбда. Ну и дальше. В зависимости от того, что у нас с m, мы будем получить максимум или минимум. Находя m, получим r квадрат делить на b лямбда. И если m это 2k плюс 1, то мы имеем максимум. Если m будет равно 2k, то будем иметь минимум. Если что-то промежуточное, понятно, что что-то промежуточное и получим. То есть если ни то, ни сё, где-то между этими двумя полярными точками, в этом случае у нас будет какое-то промежуточное значение интенсивности между максимумом и минимумом. Ну вот, эту оценку мы сейчас провели для плоского волнового фронта. А можем получить аналогичную оценку для сферического фронта. Пускай у нас на такой же экран падает сферическая волна. Опять есть экран. И есть точечный источник света. Который создает сферическую волну. Хотим определить, что будет в центре. Минимум или максимум. Фронт волны теперь сферический. Сферический. Можем ввести расстояние. Здесь, скажем, А. Здесь Б. Вот это расстояние между передней кромкой экрана и волновым фронтом назовем буковкой H. H. Вот это будет А. Здесь будет тогда А плюс H. Радиус. А здесь будет B минус H. Вот это расстояние. Опять. Сферический фронт разобьем на зону френеля. Какая-то МТ-зона у нас получится у края. И здесь будет B минус H плюс M лямбда пополам. Запишем радиус который может быть выражен из двух треугольников. Вот из этого левого и из правого. R квадрат равно А плюс H в квадрате минус А квадрат теорем Пифагора или же А квадрат минус плюс 2АH плюс H квадрат минус А квадрат с одной стороны. С другой стороны треугольник R квадрат равно B минус H плюс M лямбда пополам в квадрате минус B минус H в квадрате. ну здесь либо можно раскрыть все квадраты либо можно написать разность квадратов. Не знаю даже как лучше. Давайте раскроем как разность квадратов. Это первый минус второй минус на первый плюс второй. разность даст нам M лямбда пополам а сумма даст нам 2 на B минус H плюс M лямбда пополам плюс M лямбда пополам. м лямбда плюс M квадрат лямбда квадрат на 4. ну а теперь давайте приравняем вот эти радиусы. приравнивая радиусы получим 2АH плюс H квадрат сейчас секундочку я неправильно написал. здесь в этом треугольнике в этом треугольнике у нас сторона не B минус H а на самом деле B вот здесь я не то написал вот здесь должно быть B ребят, подправьте здесь минус B квадрат тогда разность квадратов нам даст да, тогда проще раскрыть просто квадраты давайте раскроем это квадрат первого плюс квадрат второго плюс квадрат третьего удвоенное произведение первого на второе удвоенное произведение первого на третье и удвоенное произведение второго на третье И минус b квадрат Вот так Вот такое соотношение Теперь приравниваем радиусы 2ah плюс h квадрат и вот это h квадрат уходит И теперь все, что содержит h, соберем с левой стороны уравнения Это будет h на 2а плюс 2b Плюс m лямбда пополам Равно это bm лямбда Плюс m квадрат лямбда квадрат на 4 Но учитывая, что у нас длина волны маленькая Можно пренебречь m лямбда пополам по сравнению с 2а плюс b То есть можно вот это вот обнулить И можно пренебречь квадратом по сравнению с первой степенью Тоже в 0 Отсюда получаем, что h равно bm лямбда Делить на 2а плюс b То есть h оказался порядка длины волны То есть также оказался порядка m лямбда То есть вот этот вот выступ волнового фронта Оказался достаточно маленьким Ну раз он маленький Мы можем найти радиус Например, подставив вот сюда Вот зная h Тогда r квадрат Равно 2а bm лямбда Делить на 2а плюс b И еще плюс h квадрат Но h квадрат, поскольку он порядка длины волны А здесь первая степень То h квадратом можно пренебречь h квадрат мал h квадрат гораздо меньше, чем h Ну и по порядку Соответственно, остается только вот этот вот слагаемый И двойки сокращаем Мы находим число зонфренеля m Тогда m равно r квадрат a плюс b делить на a b лямбда Ну вот если сравнить вот это выражение Вот с этим Легко заметить, что При предельном переходе о стремящемся к бесконечности мы получим вот это вот выражение То есть из сферического фронта мы получим плоский фронт Теперь давайте разберемся как складываются у нас волны Каким образом производится сложение Что значит каждая точка волны является источником вторичной волны которая суммируется в каком-то произвольной точке экрана Эту формулировку принципа Гюггенса Френеля которую мы на словах дали можно математически записать Но с точки зрения математики запись достаточно простая Поля Е в произвольной точке будет равно интегралу от Е0 делить на R и делить на S умножить на E в степени И К Р минус омега Т ДС Интеграл берется по площади отверстия S Е0 делить на S это как бы доля напряженности которая соответствует ну фактически поверхностной плотности напряженности то есть доля которая приходится на единицу площади Когда мы умножаем на ДС мы получаем то увеличено которое дает вклад в суммарную напряженность в точке наблюдения Единиц на R появляется из-за того что у нас сферическая волна и напряженность поля в сферической волне убывает обратно пропорциональное расстояние Мы это в прошлый раз обсуждали тогда рассматривали многолучевую интерференцию Ну и Е в степени ИКР минус омега Т это обычный фазовый множитель который набегает с расстоянием при распространении Ну вот интеграл такой далеко не всегда просто брать Ну скорее всего он не очень простой Однако замена интегрирования вот этого на вот такую вот оценку с помощью зон Френеля позволяет достаточно хорошо получить условия на максимум и минимум то есть фактически то что вот мы сейчас сделали это вот как бы оценка для вот этого интеграла то есть мы смотрим какие составляющие у нас с плюсом какие составляющие у нас с минусом вот но осталось только еще понять одну вещь вот из этого видно что если мы интегрируем по С то напряженность поля которая у нас складывается она будет прямо пропорционально величине площади зоны Френеля чем больше площадь тем понятно больше доля доля энергии приходящая в данную точку наблюдения если площади разные то понятно что будет разная интенсивность приходить в точку наблюдения есть еще одно если взять вот например вот эту вот сферическую волну то точка фронта волны видите она вернее поверхность фронта волны ориентирована под направлением к точке наблюдения под некоторым углом то есть есть какой-то угол и ну вот сориентироваться наверное можно так если я здесь нарисую вот кусочек фронта мы выделяем маленький кусочек площади ДС ДС берем точку наблюдения вот оно вот это у нас Р разница вектор точки наблюдения но здесь у нас возникает угол назовем его буквой фи и наверное кусочек поверхности который находится вот здесь вот с этой стороны он почти ничего не будет излучать в сторону точки наблюдения а наибольшее влияние будет оказывать тот участок поверхности который перпендикулярен направлению на наблюдатель на точку наблюдения поэтому для того чтобы корректно написать вот это уравнение здесь нужно наверное написать какую-то функцию К от фи К от фи которая характеризует направленность излучения этого кусочка К от фи характеризует направленность излучения этого кусочка в простейшем варианте в простейшем понимании можно считать что у нас этот кусочек подчиняется закону Ламберта ну и он что такой излучатель плотский является косинусным излучателем можно оценить К от фи равным например косинусу фи ввести так ну это не обязательно но вот упрощение вот такая вот такая вот модель вполне является адекватной и осмысленной при фи равном нулю косинус дает нам единицу а при фи близком к пи пополам косинус обращается в ноль то есть кусочек наш не излучает в точку наблюдения ну давайте тогда сделаем так найдем площади зон френеля то есть вот этот вот интеграл представим теперь в виде суммы е а теперь е равно сумме е ноль на косинус фи делить на р на с суммарное умножить на с н с н это с н м с м это площадь мт зоны френеля ну и нам нужно еще поскольку здесь все таки интеграл а интеграл здесь берется ну вот от какой-то вот такой функции ну можно прикинуть что интеграл от ну там будет наверное интеграл от косинуса какой-то по половине периода интеграл косинус это синус на промежутке от 0 до пополам это синус 0 0 синус пополам единичка даст нам единицу при интегрировании по половине периода поэтому здесь можно поставить просто что будет какая-то единичка понятно что я пренебрег влиянием r потому что r у меня меняется я считал интеграл только вот как будто от этой части забывая о том что у меня еще амплитуда переменная поэтому это не точная оценка а какая-то приближенная с точки зрения порядка и вот здесь суммирование берется по но поймем что у нас здесь косинус тоже меняется и это какой-то фи с индексом теперь найдем площади зон площадь зоны см но приближенно можно оценить поскольку здесь выступает очень мало можно оценить просто как площадь круга фактически здесь почти плоский фронт площадь зоны будет площадь круга это будет пи на r m плюс один квадрат минус r m квадрат найдем это r квадрат у нас есть если взять m плюс один минус r m у нас останется просто единичка будет п а b лямбда делить на а плюс b смотрите что получилось с мт у меня не зависит от m не равно f m то есть площадь зоны фринеля оказались практически одинаковы значит Значит, влияние каждой зоны Фринеля с точки зрения площади будет одинаково. Но отличаться будут вот эти вот косинусы Фи. Потому что косинус постепенно-постепенно убывает от единицы до нуля. Отличаться будет Р. Расстояние. Но, опять же, если у нас зоны отличаются на величину лямбда пополам, то Р, который у меня здесь входит, они будут изменяться относительно друга тоже очень незначительно. Здесь Р, конечно, растет при... Так. Единственное, что не очень хорошо, что у меня здесь Р маленькая – это расстояние до точки наблюдения, а здесь Р маленькая – это радиус зоны Фринеля. Что-то с этим нужно сделать. Надо одну из этих букв обозначить по-другому. Ну, поскольку я чаще Р маленькая использовал, давайте вот здесь поставлю Р большое. Здесь тоже Р большое. Здесь тоже поставлю Р большое. Ну и скажу, что здесь РНТ. РНТ – это расстояние. В данном случае оно Б плюс Аж плюс М лямбда пополам. Вот это вот фактически РНТ. РНТ растет, постепенно растет с ростом номера М. Но растет очень незначительно. Растет очень незначительно. Тогда можно оценить так, что амплитуда, создаваемая каждой зоной Фринеля, она постепенно убывает с ростом номера М. Потому что косинус убывает с ростом М, а РНТ возрастает с ростом М. Итак, вот это все можно назвать амплитудой. И тогда Е можно представить как амплитуду первой зоны Фринеля минус амплитуду второй зоны Фринеля плюс амплитуду третьей зоны Фринеля плюс минус и так далее. И либо плюс, либо минус амплитуду МТ зоны Фринеля. При этом А1 больше, чем А2, больше, чем А3 и так далее. А1 больше, чем АМТ. Здесь монотонно убывающая амплитуда, но убывающая очень-очень медленно. А здесь знакопеременный ряд, который, правда, конечный. Конечный. Ну, поскольку здесь выполнена монотонность, меняется А достаточно медленно, достаточно медленно, мы можем сказать следующее, что давайте предположим, что у нас А2 равно А1 плюс А3 пополам. Ну, аппроксимируем полусуммой двух соседних точек. Точно так же А4 запишем как А3 плюс А5 пополам. Ну, и так далее. То есть, каждую четную А амплитуду представим в виде полусуммы двух соседних. И подставим вот сюда вот. Тогда Е будет равно А1 минус А1 плюс А3 пополам плюс А3 минус А3 плюс А5 пополам плюс А5 минус и так далее. И последнее у нас останется либо либо плюс А какой-то МТ где М равно 2К плюс 1 либо минус АМ плюс 1 либо минус А какой-то МТ который где М АМ минус 1 плюс АМ плюс 1 пополам если М четное то у нас будет превращение вот в такое значит, это при условии, что М равно 2К вот так вот теперь глядим здесь будет А1 минус А1 пополам это А1 плюс А3 пополам здесь, простите минус А3 пополам плюс А3 минус А3 пополам будет 0 минус А5 плюс А5 А1 пополам я сказал словами а двойку не написал минус А3 пополам плюс А3 минус А3 пополам уйдут минус А5 пополам плюс А5 и минус А5 пополам до следующего тоже уйдут в итоге уйдут все кроме крайних значений вот крайние значения если этот нечетный нечетный то из него останется последний пополам если это четный и последний пополам будет с плюсом с плюсом а если это четный то останется М плюс 1 пополам И он будет с минусом. То есть тоже фактически m плюс 1 это тоже 2k плюс 1. То есть будет плюс-минус, а 2k плюс 1 какой-то пополам. Плюс соответствует нечетному числу зонфренеля, а минус соответствует четному числу зонфренеля. Плюс это m равно 2k плюс 1, а минус это m равно 2k. Вот так. Ну и в зависимости от этого мы будем получать соответствующий знак. Что будет, если у нас открыто очень-очень большое число зонфренеля? Ну то есть у нас фактически нет экрана. В отсутствие экрана у нас последняя точка будет где-то вот здесь вот. Ну то есть мы доберемся до какого-то вот такого участка, вот он, который уже фактически не смотрит на нашу точку наблюдения. при этом излучение от него будет описываться косинусом φ равным нулю, потому что φ пополам. И последний участок уже ничего не дает, никакого вклада. Значит, мы можем сказать, что если у нас открыто очень-очень много зонфренеля, то амплитуда поля без экрана вообще равна амплитуде первой зонной френеля пополам. то есть без экрана. Е равно А1 пополам. Е равно А1 пополам. Е равно А1 пополам. Ну а теперь поступим так. Здесь мы суммировали амплитуды от целых зон френеля. А что будет, если представить не целые зоны френеля, а сделать разбиение более мелкое? Если мы зону френеля каждую, разобьем на много-много маленьких частей этой зоны. Тогда каждая маленькая доля этой зоны создаст нам маленький векторочек Е. Причем эти векторочки друг относительно друга будут повернуты по фазе с фазовым множителем на очень маленький угол друг относительно друга. Если целая зона френеля поворачивает фазу на А1 пополам, сейчас, на АПи, на 180 градусов, и меняя знак с плюсом на минус, то маленький такой вот векторочек и маленькая доля зоны френеля будет поворачивать фазу на совсем небольшой уголок. И тогда можно нарисовать такую вот векторную диаграмму. Давайте я ее нарисую. Вот первый, пускай у меня векторочек, векторочек будет вот так вот направлен. Второй чуть-чуть повернут. Третий еще чуть-чуть повернут. Дальше я буду рисовать эти повернутые векторочки. Вот смотрите, что произошло. У меня фаза повернулась на 180 градусов, то есть на Пи. И вот это у меня будет первая зона френеля. То есть первая зона френеля, вот это вот половинка нашего косинуса. Что пойдет дальше? Дальше фаза будет продолжать расти, векторочки будут поворачиваться. И мы получим поворот снова на Пи. То есть по длине волны это будет снова лямбда пополам. На этом деле у нас получилось две зоны френеля. Амплитуда стала чуть-чуть меньше, то есть радиус этой окружности стал чуть-чуть меньше. Ну и мы пришли не точно в исходную точку, а с небольшим сдвигом. Дальше третья зона френеля пойдет. Вот так. Вот так. Это будет третья зона френеля. Если мы хотим найти интенсивность, создаваемую такой зоной френеля, ну, например, тремя зонами френеля, то это будет вот такой вот вектор. Это интенсивность, порождаемая тремя зонами френеля. А вот это вот будет вектор интенсивности, создаваемой двумя. Видите, она очень маленькая, а здесь тремя уже большая. Дальше это будет продолжаться. Ну и вот мы получаем вот такую вот сходящуюся спираль. И интенсивность очень большого количества зон френеля она будет равна просто вот этому вот ну, это не интенсивность, это амплитуда. Амплитуда. Вот это будет какая-то Е с ноликом. Это та амплитуда, которая была бы в том случае, если у нас открыто бесконечное число зон френеля. Ну или очень большое. А это значит, что у нас фактически нету экрана. Экран отсутствует. вот это вот Е с ноликом. А вот это вот, ну вот если вектор провести до вот этой точки, то вот этот вектор дает нам Е1. Это напряженность поля, создаваемая первой зоной френеля. при этом, ну, учитывая, что здесь будет первая зона, будет амплитуда равная просто А1, и она будет в два раза больше, чем вот это вот Е с ноликом, которое равно А1 пополам. Итого, Е1 равно 2Е нулевую. Вот такая вот векторная диаграмма позволяет довольно легко находить ответ, а какая интенсивность будет в том случае, если у нас не целое число зон френеля, а какое-то дробное. Ну, довольно легко. Ну, предположим, у нас открыта половина первой зоны, первой зоны френеля. Тогда вектор будет проведен из вот этой точки вот в эту. Вот это будет вектор Е1,2. Напряженность половины первой зоны френеля. Вот так. Ну, легко понять, что это будет Е0 на корне из двух. Прямоугольный треугольник. Знание амплитуды позволяет найти интенсивность. Интенсивность прямо пропорциональна квадрату амплитуды. Поэтому, если мы имеем ИС ноликом какой-то, который соответствует отсутствию экрана, то интенсивность, создаваемая первой зоной френеля будет равна 4 ИС ноликом. Она будет в 4 раза больше. Интенсивность, создаваемая двумя зонами френеля, будет почти ноль. Интенсивность, создаваемая половиной первой зоны френеля, будет равна удвоенной интенсивности. Как видите, такая векторная диаграмма позволяет определять, что у нас будет наблюдаться в центре, в точке на экране. на этом деле мы рассмотрели отверстие в экране и дифракцию на отверстие. Мы рассмотрели, что будет происходить в центре. Давайте попробуем заменить отверстие в экране на наоборот диск, который закрывает это отверстие, а снаружи, чтобы ничего не было. То есть, рассмотрим задачку, когда у нас есть какая-то монетка, монетка, и опять есть источник света. Тогда вот здесь у нас будет возникать волновая картинка, которая где-то на экране вот здесь будет как-то суммироваться. Лучи будут приходить вот в эту точку. Опять пытаемся понять, что будет происходить в центре. Для несимметричной картинки пока еще мы не нарисовали, что будет появляться. Здесь у нас непрозрачный экран. Поскольку экран непрозрачный, он наоборот закрывает сколько-то первых зон френеля. А все остальные зоны наоборот остаются открытыми. Поэтому вот этот ряд уже будет начинаться не с первой зоны френеля, с 1, а с какой-то мтой. С какой-то мтой. А вот заканчиваться он не будет, он будет заканчиваться там, где у меня а с индексом бесконечности. То есть когда в самом конце. тогда e равно e какой-то мт пополам. e мт пополам плюс минус e бесконечность пополам, а это у нас ноль. ну и получаем просто e m на 2. Смотрите как здорово. За непрозрачным экраном на экране в центре всегда наблюдается светлое пятно. всегда наблюдается светлое пятно. Вот это пятно получило название пятно пуассона. То есть оно всегда светлое. пройдет история была такова, что когда начали изучать волновую оптику, когда была предложена Френелем вот эта вот картина описания с помощью волн, было заседание Парижской академии наук и во время этого заседания Пуассон как раз он был ярым противником полновой теории он сказал, что вы вообще соображаете хоть что-нибудь со своей теорией из вашей теории следует, что за экраном круглым должна быть светлая точка в центре этого быть не может ну ничего, не может, так не может давайте проверим вся эта академия собралась пошла в другую комнату в соседнюю там свет выключили использовали источник света использовали какую-то монетку или что-то небольшое посмотрели и обнаружили что действительно в центре за таким непрозрачным экраном наблюдается светлое пятнышко пятнышко получило название пятно Пуассона и после этого волновая теория света получила официальное признание собственно, именно после этого начали использоваться волновую теорию описания света повсеместно ну а геометрическая оптика которая предшествовала волновой оказалась предельным переходом из волновой оптики при малых длинных волн то есть если длина волны мала то мы получаем предельный переход ну и тогда мы можем говорить о том, что у нас лучи получаются лучи света и собственно обычные законы распространения которые у нас были осталось понять а что будет если у нас в центре картинки ноль или не ноль это мы уже понимаем но хорошо бы еще понять а что будет если у нас точка смещена относительно центра точка наблюдения здесь нам поможет небольшой рисунок вот если нарисовать отверстие и нарисовать в нем зоны в ней зоны френеля в этом отверстие первое у нас должно быть светлым оно дает свет второе влияние второго дает нам темное кольцо третье дает снова с плюсом светлое четвертое темное ну и пятое светлое вот такая картина зоны френеля будет если мы будем наблюдать из симметричной точки то есть с оси но если мы немножко сдвинемся и наше вот это внешнее кольцо внешний экран сместится относительно нашей картины зоны френеля вот это внешняя окружность можно означать что у нас вот все остальное снаружи закрыто непрозрачным экраном а теперь представьте что вот эту внешнюю окружность мы смещаем немножко сюда тогда сместив ее на небольшое расстояние вот скажем до границы первой зоны мы уберем довольно большую площадь из внешнего и немножко откроем следующее темное кольцо оно вот здесь вот есть но здесь не видно но здесь тогда светлое убавится по площади а темное немножко увеличится если мы будем смещать дальше темное уменьшится а светлое снова следующее уже появится в итоге будет получаться чередование светлых и темных уже колец и распределение интенсивности от радиуса будет таким темным темным Вот эта картинка будет в том случае, если у нас открыто нечетное число зон фринеля. В центре у нас максимум, в центре максимум, чуть-чуть смещаемся, получается минимум, еще дальше смещаемся, получается максимум. Кстати, здесь минимумы я, может быть, даже не очень хорошо нарисовал, они, скорее всего, не доходят до нуля, то есть они чуть-чуть вот такие. Это вот картина для вот такого экрана. То есть точка на расстоянии даже лучше икс достать. Вот точка наблюдения. То есть в зависимости от того, насколько мы сместились относительно оси, будет вот такое распределение интенсивности. При m равно 2k плюс 1. А если m равно 2k, если чётное число зон фринеля, то тогда распределение интенсивности будет каким-то таким. В центре минимум, дальше максимум, дальше как-то так. Вот какое-то такое. То есть центральное у нас минимум, потом смещаемся, будет светлое, тёмное, и всё равно будут чередоваться светлые и тёмные кольца. Будет чередование светлых и тёмных колец. Это вот то, что наблюдается за закрытым экраном. Снаружи у нас экран, вот он. И вот это вот отверстие в экране кругленькое. Возникает мысль, а если у нас вот эти вот зоны фринеля, чётные, дают свет в противофазе. Раз они дают свет в противофазе, а что будет, если их зачернить? И вот эти участки, которые давали свет в противофазе, не будут пропускать свет. Тогда вот этих вот участков, связанных с чётными зонами фринеля, которые идут вниз, нисходящие, которые уменьшают амплитуду, уже не будет. И интенсивность света будет складываться только от нечётных зон фринеля. Она будет суммироваться с одним и тем же знаком. Мы получим усиление. Зачернение таких зон заставит нашу векторную диаграмму будет стать уже такой. Смотрите, что будет, если мы зачерним чётные зоны фринеля. Ну и так далее. Смотрите, что произойдёт. Это вот первая зона, третья, пятая, там седьмая. При этом в центре у нас получится очень яркий максимум. Если так интенсивность была в четыре раза больше, чем интенсивность простого освещения, то здесь уже не в четыре раза, а в шестнадцать. Соответственно, здесь дважды три, шесть, в тридцать шесть, ну и так далее. То есть набор квадратов. То есть очень значительное увеличение интенсивности. То есть мы будем фактически собирать свет в центре. Но это ещё не всё. А что будет, если мы вместо того, чтобы чернить чётные зоны фринеля, сделаем их чуть-чуть из прозрачного материала, но такого, на котором появится набег фазы, равный π. То есть фактически фазу перевернём. Вот создадим вот такую картину. Вот у нас первая зона фринеля, она такая останется. А здесь сделаем вот такое вот колечко, у которого какой-то показатель преломления, здесь n, и у этого показателя преломления толщина h такая, что n умножить на h минус просто h равно лямбда пополам. Оптическая разность хода. Будет полудлинной волны. Ну, можно даже, чтобы не просто колечки сделать, а чтобы поставить какую-то основу, можно сделать здесь основу в виде стекла прозрачного. И на стекле нанести вот такие вот выступы. Тогда каждая чётная зона фринеля будет надавать нам поворот на 180 градусов по фазе. Ну, поскольку лямбда пополам, она просто повернёт фазу на π. И мы тогда получим картинку такую. Первая, вторая, третья, четвёртая. Смотрите, уже от четырёх зон у нас получилось больше, чем от трёх зон у нас получается, больше, чем от пяти в предыдущем случае, когда мы просто зачернили поверхность. То есть интенсивность ещё увеличится. Если напряжённость при этом увеличится в два раза, то интенсивность ещё в четыре раза. То есть интенсивность в четыре. Дополнительно по сравнению вот с этим вот. Но и это ещё не всё. Можно вот эту поверхность сделать не прямоугольной, а сгладить. Сделать плавные обводы, так, чтобы поворот по фазе был бы не скачком на π, а на расстояние пропорциональное этому вот повороту по фазе. То есть здесь сделать побольше, а здесь сделать поменьше. Создать вот такой вот рельеф. Вот такой вот рельеф. Вот этот центр, здесь края. Тогда вот эти вот кусочки выпрямятся. Выпрямятся. И интенсивность ещё сильнее возрастёт. Тогда у нас получится первое. Вот как-то так сейчас попробую рисовать. Первое, которое больше, чем вот это. Вот второе. Третье. Четвёртое. Пятое. Ну и так далее. Каждый из них будет больше, чем вот это. Можно понять, во сколько раз больше. Если это диаметр, а это πd пополам. Ну то есть, вот если это, ну скажем, это радиус, радиус, то вот это вот πr пополам. Длина окружности. Правильно? Тогда здесь будет πr пополам. диаметр у нас равен амплитуде. А1 это вот диаметр как 2r. Тогда здесь будет амплитуда равная а1 вот эта с волной она будет равна π а1 сейчас не могу спросить. Так, я неправильно писал. Не πr пополам, а просто πr. Соответственно, здесь будет π а1 пополам. Да, вот так. То есть, амплитуда вот этой вот вытянутой зоны расправленной будет π пополам на а1. Ну, понятно, что π у нас 3 пополам это будет примерно 1,5. Значит, это будет еще в 1,5 раза больше амплитуда. Соответственно, интенсивность еще в 1,5 в квадрате увеличится. То есть, в 2,25 раз. Что мы в итоге получили? Давайте попробуем разобраться, что у нас получилось вот из такой вот пластинки. Можем вот эту пластинку представить еще иначе. Вот, смотрите. Пускай у меня вот каждый кусочек такой дает поворот по фазе на лямбда пополам. тогда вот здесь мы имеем сдвиг на лямбду пополам, здесь мы сдвиг на лямбду, а сдвиг на лямбду эквивалентен просто отсутствию сдвига вот этому. Здесь снова сдвиг на лямбду пополам, здесь сдвиг уже на 2 лямбда. А 2 лямбда эквивалентна вот этому. То есть вот эта вот пластинка эквивалентна вот такой вот пластинке. А если мы еще и вот так вот выровняли, сгладили, то что мы получили? Вот вместо этого мы получили фактически вот такую поверхность. Что это такое? Линза. Фактически мы получили линзу. Вот такого типа пластинка носит название линза френеля. Это линза френеля. Ну и такие вот линзы френеля в принципе изготавливаются, продаются. Ну и вот некоторое время назад некоторое время назад было такое засилие корабейников, которые ходили по поездам и продавали всякие штучки типа все по чего-нибудь по 50. Вот эти линзы френеля тоже можно было купить, а вот они очень часто в поезде едешь на дачу или едешь за город и они впаривали вот линза френеля все по 50, вот пожалуйста покупайте. Вот так вот она устроена, такая вот линза. Ну что ж, есть ли вопросы по сегодняшней лекции? Нету? Тогда на этом, наверное, на сегодня все и всем спасибо.